По разным причинам. Прямая связь, добрый вечер. Какой у вас вопрос? Уходим от частных, отдавая приоритеты общим. Так можно оценить характер вопросов, заданных на прямой связи. В лидерах тема благоустройства. Упуская то, что сделано, расскажем о том, что будет. Завершится реконструкция площади Победа, лагеря Кама, променада Баки-Урманче. Проект «Наш двор» придет на 111 территорий. Ремонт дорог станет масштабнее. Под него попадет и участок, прозванный в народе пьяной дорогой. На пересечении проспекта Мира и улицы Корабельной будет построена развязка. А проспект Шинников увековечит память о Николае Зеленове. Мы уже определились с местом или с территорией, с земельным участком, организацией сквера имени Николая Зеленова. К сожалению, он ушел в этом году, но память и наше отношение к памяти Николая Александровича сохраняется. Рейтинг вопросов продолжили. Ремонт внутриквартальных дорог, социалка, проблемы в работе приставов, полиции, здравоохранения и бездомные животные. Зоозащитникам эта прямая связь дала карт-бланш. Пока нет приюта, подвальные продухи откроют. Баланин Денис Иванов слышит, управляющая компания. Я прошу проанализировать. И действительно, в зимний период времени, несмотря на то, что это не совсем может быть удобно и для жилищников, но тем не менее, пока мы не создали условия для животных, давайте хотя бы какие-то такие меры. Трансляция прямой связи шла не только на голубых экранах, но и в социальных сетях. В группе НТР ВКонтакте, Инстаграме, интернет-пространство стало дополнительной площадкой для приема вопросов. Здесь Радик Каюмов пишет, да, и он потом повторяет, просит, чтобы все-таки его вопрос озвучили. А он обращается с вопросом, будут ли брать на работу судимых в конце концов или бегать по подрядчикам всю жизнь. Радик, предлагаю, помощник Ильгиза Рифовна слышит вопрос. Это мой помощник по подготовке приема граждан Ильгиза. Я прошу связаться с Радиком Каюмовым и отработать этот вопрос при необходимости встретиться со мной на личном приеме. Еще одной моделью прямой связи стали видеообращения. О проблемах рассказали земляки из США, дачники и жители Красного Бора. Здравствуй, Айдар Раисович. Я Клипов Михаил Павлович. Приехал из деревни Красный Бор. У меня такой вопрос. К нам ходит автомагазин из Нижнекамской. Он должен ходить два раза в неделю. Фактически ходит редко. В 2020 году в Нижнекамске будет реализовано около 30 республиканских и федеральных программ, затрагивающих все социально значимые сферы. Будущий год Айдар Медшин объявил годом добрососедства и в довершение поздравил горожан с Новым годом. Чтобы наша территория, города Нижнекамск, Нижнекамского района процветала, чтобы процветала наша республика, чтобы была мощной, крепкой и благополучной и в экономическом, и в социальном смысле наша страна. Чтобы все мы были здоровы и счастливы. С наступающим вас Новым годом, дорогие друзья. Я ганил в данседине Харматле, Тубан Камалар. Без малого два часа шла прямая связь за это время. Нижнекамцы получили ответы на 20 с лишним вопросов. Но обращений было гораздо больше. Те, которые не попали в прямой эфир, переданы в мэрию после Нового года. Ответы на каждое из них будут опубликованы на сайте НТР и городской администрации. Наталья Лушникова, Булат Абдульманов, Новости НТР.